Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем вот с такого уголка приспособление для быстрой заточки сверел. Делается очень быстро и понадобится один уголок и один болт. Уголок в моем случае 25 на 25. И отрежу я длину 95 миллиметров. С двух сторон делаем разместку примерно градусов 30. И вот это сейчас мы с вами вырежем. Получилось у нас примерно вот так. Взял шпильку, тоже примерно под таким же углом я ее зарезал и сделаю канавку. Сейчас посередине буду выставлять вот таким вот способом. Подзатяну и буду выставлять по 32 градуса. Мне поможет вот в этом телефон. И вот у меня сейчас 30. Вот 32 градуса мы в общем будем прихватывать. За кадром я обварил ее. Теперь проверяем. Вот так вот смотрится. Ну то есть ничего сложного нету обварил. Вот такая вот система получилась у нас. В прошлом ролике делаю вот такую вот стоечку под болгарку с рабочим столом. Здесь столик регулируется. Ссылочка будет в описании под роликом. И наверное закреплю на комментарии. Чтобы если кто не увидел, как это делается без сварочных работ, кстати говоря. Вот. И естественно мы сделали для нее. Сейчас мы вот так вот подгоним. Я посмотрю. И сейчас вот здесь в этом месте сделаем сквозное отверстие на 10. Приспособен теперь вот так вот будет становиться. Вот таким вот образом. Сейчас хочу снизу добавить две гаечки и законтрогай. Чтобы наше приспособление оно просто не болталось. То есть сюда и был на одном свободном вращении. Поворачивается. Вот этот угол есть. Сверло точится вот таким вот образом. Вам выставлять и немножко подгонять его как бы туда. Сделать затыловочку. Я вот уже попробовал. Ну то есть все прекрасно. Угол все выдерживается. Так. Вот такое у нас сверлышко. Будем с водичкой окунать постоянно. Ну смотрим. Ну визуально так не понять. Кажется что кромка поднята. По факту она не поднята. Она завалена вниз. Сейчас вот такую вот закогулину сделаем. Чтобы видно было что это у нас сверло. Ставим это сверлышко наше. Ну видно да что вон какая стружка у нас крупная. Это я просто не сильно нажимал, чтобы оно не перегреть. А так отверстие ровное. На выходе тоже без заломов, без ничего. Давайте попробуем 12 сверло. Примерно 10 градусов завалено. Давайте его попробуем. Ну что и требовалось доказать. Вот такая вот стружка. Все четко. То есть у нас вот это же наша ржавенькая сверлышко на 12. Друзья, ну дел я на основе вот такого вот уголочка. Это 50 на 80. Вот он у нас тот же самый угол получается. И все то же самое я делаю и им. Ну вот сверлышко у нас. Ну вот здесь какой. Я вот таким вот образом под 90 градусов подвожу. И начинаю потом чуть-чуть додвигаю. Делаю затыловочку. Чтобы у нас сзади вот так вот угол был. Ну как видели все сверлит. Получилась вот такая вот с вами идея. Ее можно также приспособить если гриндер есть. Так же будет работать она. Делается все очень просто. Один болтик, гайка и уголочек. И 5 минут работы. Если ролик понравился обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение кто как точит. Но хотя бы можно научиться выдерживать угол вот этим вот приспособлением. Вам же друзья всем крепкого крепкого здоровья. Пишите ваше мнение. До новых встреч. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok